Автозак подъезжает поближе к суду, чтобы друзья и близкие не смогли толком рассмотреть Лилию Чанышеву. Ее задержали в ноябре 21-го года и обвинили в создании экстремистской организации. Она стала первой из сторонников Алексея Навального, кого обвинили по статье «Экстремизм». Что, конечно, все это демонстративное запугивание для того, чтобы взять какую-то жертву в заложники и тыкать ей. Вот, смотрите, все, кто связан с Навальным, что с вами всеми будет. Поэтому это все, то, что мы сейчас видим, вещь довольно в их стиле, довольно циничная, жесткая расправа. Лилия Чанышева возглавляла штаб Навального в Уфе. В регионе к тому моменту, вспоминая другие соратники оппозиционного политика, выборы уже сложно было назвать честными. Но Чанышева сумела организовать наблюдателей. И руководству Башкортостана это не нравилось. Лилия была таким человеком, который приходит к нам, уже ты чувствуешь какую-то уверенность, что это сильная политическая единица. У нее было свое видение, что нужно делать, как заниматься проблематикой, какой проблематикой в своем регионе. То есть она отлично знала регион, отлично знала его политический ландшафт, знала все, как устроено. К тому моменту, как Лилию задержали, штаб Навального в Уфе закрылся, а сама она решила отойти от политики и заняться семьей. Но обвинение это не остановило. Судебный процесс закрыли от наблюдателей, а прокуратура потребовала приговорить ее к 12 годам лишения свободы. Видеть любимого человека за решеткой – это очень больно. Но что еще сильнее поразило, насколько за этот период нахождения в следственных изоляторах, сначала в Уфе, потом в СИЗО Москвы, потом обратно здесь, в ней выросла сфера духа. Муж Лилии, Алмазгатин, уверен, что дело его супруги политическое. Все это время он старался поддерживать и регулярно носил передачи в СИЗО. Но на свидание его долгое время не пускали. За весь период следственных малипериаций, который проходил в городе Москва, мне ни разу не предоставилось ни свидания, ни звонков на наше ходатайство. Когда судебный процесс начался, мне предоставилась возможность, согласно правилам внутреннего распорядка по решению судей, два свидания в месяц. Так называемые женские дни, они проходят по субботам, то есть одно свидание у меня, второе свидание у родителей. И вот первый раз за полтора года я свою супругу смог увидеть 18 марта этого года. Соратники Алексея Навального не сомневаются, что дело Лилии Чанышевой первое в череде судебных процессов. Все они будут направлены против оппозиционных политиков. И, собственно, самого Навального, которому по новым обвинениям может грозить до 30 лет лишения свободы. Благодарю всех, кто поддерживал не только в суде, но и в подписи, и в соцсетях, и в целом во всем мире. Спасибо вам большое. Все будет хорошо. Лилию Чанышеву кировский суд Уфы приговорил к 7,5 годам колонии и назначил штраф 400 тысяч рублей. Адвокаты пообещали обжаловать это решение. Когда она выйдет, она посмотрит ваш эфир. Я хочу сказать, дорогой мой ангел, я очень тебя люблю. Что бы ни произошло, я всегда буду рядом с тобой. Потому что так же, как есть сила страха, как в системе управления, это мощнейшее оружие в плохих руках, а сила любви, которая в наших сердцах, поможет нам преодолеть трудности. Мы должны быть вместе. Лилия Чанышева, символ свободы. Свобода всем политзаключенным. Субтитры создавал DimaTorzok